Мы продолжаем нашу учебу, Таня, с самого начала, находимся в девятой главе, с Божьей помощью, по узкому языку, переводом на узкому языку, это 75-я страница. Мы до сих пор учили, что есть каждому еврею две души, и это на самом деле большая, можно сказать, проблема, это проблема, а это большая земля на трясении, потому что в еврейском мире до того, что Ребе поставил это на столе, это было написано, написано уже у мудрецов, намек об этом есть, решит хохма есть, но прямо так объяснить, что есть два души и каждый человек, Ребе впервые открыл это, когда он писал книги Таня. Я говорил, что есть намек об этом, но не так четко. В чем разница между тем, что мы говорим, что есть у каждого еврея два души, к тому, что думали до того. До того. До того представили так, казалось так, что есть один человек, каждый человек, есть просто он человек, и у него есть два противонаположные желания, так называемые ецартов, ецарара. Два какие-то милкие такие человечки, которые щупают ему, шептали ему в ухом, делай так, а он говорит, нет, делай так, а нет, делай так. В чем разница? Человек не может быть плохой или хороший. У него есть поступки, хорошие или плохие. И когда взгляд начинается с того, что человек, он не плохой, не хороший, а он такой нейтральное существо, а только поступки мерить его положение, тогда действительно вот разница между грешный, средный и праведник не совсем существует. Или существует только по поступке. То есть получается, что если я делаю один поступок и грешный, то есть один вид жизни, не поступок, а жизни, я грешный, а если другой, более правильный, я правильный, праведник, а если посередина, то есть ни туда, ни сюда, не определившийся, я бейнуни. Бейнуни? Бейнуни. Средний. В чем проблема в этом? Проблем в том, что нет внутреннего мира. Внутренний мир, он такой, как я родился. Я не могу его менять. За что его менять? Я такой, как есть. Поступки меня мерить. Приходит Рэб и говорит, нет. Поступки это для суда. Когда вся Вишня будет нас судить, он будет судить по поступке. Но мы, какие мы? Какие мы такие? Внутренней нашей жизни, какие мы? Есть внутри наше состояние грешное. Есть внутри наше состояние праведник. Есть внутри наше состояние средное. Этого разделения может существовать только при понимании, что у человека есть два души. Почему? Тогда получается, что человек это, можно сказать, сосуд, который принимает в себе и пропускает в себе одна из душ. Почему? Божественная душа это целая человечность. Разум, чувства и одеяние. Та же самая, животная душа, это человек, разум, чувства и одеяние. И они все, они оба пытаются себе взять кусок. Не кусок, а человек, который должны, они вникать в него. То есть получается, что борьба не идет о поступке. Борьба идет на человек. Кому принадлежит данный человек? Животная жизнь или божественная жизнь? После того, что мы учили во втором, третьем, четвертой и пятой главе о божественной душе, мы понимаем, какая она, какие у нее мысли, какие у нее разумы, какие у нее чувства, какие у нее одеяния. Мы учили в шестой, седьмой, в восьмой главе. Мы понимаем, какая она, животная душа, какой у нее ум, какие у нее чувства, какие у нее одеяния. И куда он ведет нас. И теперь мы должны по итогам понимать, как они между собой воюют. Как они пытаются захватить человек. Вот это в девятой главе. Первая часть в девятой главе, это описание база. База. То есть, где начинается война. Когда есть двух войска, есть одна войска, которая находится территориально там, а вторая войска находится территориально там, вот здесь их база. Теперь они пытаются лезть в чужой территорию и завоевать ее. А вот, теперь мы будем мучить действительно, кто из них огреется, на ком они нападают, а где они нападают? Что они хотят сделать? Двеяты главе. Двеяты главе. Левый полос. Почему там? Объясняйте дальше. Шегу маледам. Он наполнен кровь. Что это значит, что он наполнен кровь? Как это понятно, наполнен кровь? Сердце вообще наполнено кровью. Работа сердца идет следующим образом. Это насос, очень агрессивный насос. Работающий беспереривно. Дай бог, что никогда не перерывается. Идет следующее. Когда кровь гоняется по организму, он собирается в правый полюс. От правого он выбрасывается вокруг ловки, собирает кислород и возвращается в левую сторону. То есть, другими словами, жизненный кровь, кровь, который распространяет в организм жизни, то есть кислородом, находится в левой стороне. Вот мы все узники корона, и дай бог, что это прекратится наконец-то. Мы понимаем, что самое худшее, которое есть в короне, это недопущение кислорода в крови. Это и есть результат короны. Закрывается возможности кровь пропитывать кислородом. И тогда что? Все умирает. Невозможно так жить. То есть, главный живого, можно сказать, жизненный показатель кровь, это кровь, который собирал с ловки кислород и вернулся к левой стороне. А к левой стороне он обратно начинается пропускаться по всему организму и возвращается в правый. Кроме того, мудрецов говорят, что в сердце всегда сдерживается минимальное количество крови, которое нужно, которое нужно на жизни. Как хранилищик. Вот это находится тоже в левой полюсе. Так написано. Как написано, что в кровь есть душа. Еще раз. Если еще раз вернемся к кровь кислородом, все хорошо. Причем тут душа. Душа, даже животная душа, это духовная душа. Она не физическая душа. Как она связана с этим? Как она связана с этим? Ответ к этому. Мы уже учили в Хасидуд несколько раз. Что когда мы говорим о посредниках, посредниках понимания Тору, это такой инструмент, который держит верхний уровень и нижний уровень. Он не то и не другой, но он посредина соединяет между них. Из всех организм, которые мы встречаем, человеческий организм, единственный орган, имеющийся чуть больше, чем материальности, это есть кровь. Кровь есть много чего. Первый, он общий. Он не концентрировается на определенной части тела. Он должен быть везде. Во-вторых, он держит в себе понимание, какие болезни есть, какие нет. Генетика у человека находится в него. Все. Все находится в крови. То есть кровь как будто бы держит какую-то минимальную дозу, которая самая духовная среда сотворенной. Среди материального. Поэтому в него может соединить душа, животная душа, жизненное показание. Он именно, это инструмент соединения животная душа, то есть жизненная душа, на жизненные показания. Это есть кровь. Это просто для интерфизма, для интерфизма на энергию. Да. Это же вот это же. И поэтому в сердце мы находим желание, жажду к чему-то, хвастовство, спелчивость и так далее. То есть наши медот, наши чувства находятся где? В сердце. Ну, сразу придут люди и говорят, и скажут мне, нет. Это все в мозг. Мозг держит все. Ну, это держит все, это все хорошо. Мозг очень холодный. Звешен. Что происходит, когда мы что-то хотим? Ускоряется пульс. Когда мы видим, что человек злится, что происходит? Он краснеет. Ускоряет очень сильно пульс. И он потеряет разум, контроль над собой. То же самое, когда человек что-то хочет. Просто это чувствуется по-другому, более нежнее. Когда человек что-то хочет. Ускоряет пульс. Мозг теряет контроль. То есть, конечно, мозг дает пульс чего-то ходить, хотить и так далее. Но процесс, контроль, он теряет. Он всего лишь превращается в инструмент. Разум превращается в инструмент к этому. А кто главный? Сердце. Сердце желает. И ее отношение к ее хотелке, к ее спильшевость, к ее хвастовству. Вот так он ведет себя. Не сразу. Не с мозг. Мозг теряет контроль. Ум, мое лев, от сердца, живота на ядуша. А теперь мы возвращаемся не к поведению, а мы возвращаемся к животной душу. Как она распространяется. Ум, мое лев. Он, миспаш, то есть, в холл гуф. От сердца этих желаний распространяется по всему организм. Рука протягивается, ноги поднимаются и так далее. Вегаам ойла ламоях шабаройш. И он тоже поднимается, животная душа поднимается тоже. Что значит тоже? Это не главная база. У животной души нету базы в разум. Для нее разум это инструмент. Она тоже поднимается сюда. Зачем поднимается? Требовать от нее пути решений. Добывания этих желаний. Не спросить, нужно ли. Животная душа не спрашивает, нужно ли оно. Животная душа требует у разума, у мозга, как получить. Ничто получить. И поэтому она тоже поднимается к разуму. К мозгу и разуму. Чего, для чего. Лехасебу, лехасебу, лехарьер боэн. Думаць. Им мислиц. Аних. Аних это значит. Айих. Спилчеваст. Айо жиланя. Айо. Табошта на злится. Улис хакем боэн. И садьет авоац. С разума. Как палучит. Как ститц. Как палучит. Как злится. Кмой шээ адам. Тагжэ как ров. Мекой рой бээ лэв. Места нахаждэнэ кравы ниспорна в серца. Умээ лэв. Миспэшэт лхоллой овурим. Ад серца. Распаспляняется оно. Папсиму оорганизм. И тоже поднимается в мозгу. Если, например, мозг не контролирует, да? То, что, вот, на, ты так не дает. Эмоции какие-то, да? Например, человек вспылил. Человек вспылил. И он сразу не может взять контроль над ситуацией. Он может в эту ситуацию держать какие-то дни. Как вот этот момент кровь бьет голову. Но не доходит, контроля нет. Как она с мозгом взаимодействует? Не понимаю вопрос. Человек вспылил, он тебя не контролирует. Да, это идет от сердца. А мы только что считали, что по всему телу через кровь идет распространение, доходит в мозг. Как взаимодействовать? Тоже в кровь. Тоже в мозг. Не главное. Ну, то есть, оно пришло в мозг, но все равно мозг никак не реагирует. Как он реагирует? Питается реагировать, но это он иногда не контролирует. Что? Нам не знакома эта ситуация, что ли? Думаю, что это настолько сплошь и рядом, что нам даже объяснить это не надо. То есть, когда мы привыкли получить что-то покушать вкусного, и нам врачи говорят, слушайте, этого сахара опасно для вас. И надо есть это. Сколько людей с сахарной диабетом держатся, не держат себя и кушают в упрек врачами? Сколько? Они понимают, что сегодня, не завтра, сегодня у них будет перепад сахара, и придется уколоть инсулин. Сейчас. И все равно не кушают. Что мы не встречали это, что ли? Встречаем это с площадью и рядом. То есть, мы настолько упущены под контроль животная душа, что мозг и разум вообще не контролируют. И слово вообще. Поднимается к ним не советоваться. Дай приказ притянуть руки, а иначе я начну тут взрываться. А мозг бедный. Ну, берет и кушает. Я не понял момент, как пришел Ребек к выводу о том, что местонахождение животной души в сердце. Вот этот момент. То есть, я понял дальше, а вот это я не понял. Ну, вообще, он цитирует приложение Истору. Киадам, Гуанефеш, Тору говорит, что нам нельзя есть кровь, нельзя пропитывать кровь. То есть, у евреев запрещено питаться кровь. Поэтому нам нет кровавой, как это называется, кровавой сосиски, кровной, а? Кровьянка. Кровьянка. И у нас мы солим говядину для того, чтобы вытаскивать от нее кровь. Мы не можем питаться кровью. Мы очищаем полностью от крови нашей, 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 нашей. Почему? Почему? Потому что в крови находится душа. Душа животного мира и душа человека. Почему душа находится в крови? Вот он объясняет, почему же. Ну, а не проще ли нам сказать или логичнее, что душа размещена во всем русле крови? Почему это проще? Это будет более логично, потому что тогда понятно, что их пальцы, душа, то есть, где есть кровь, а кровь везде есть. Не понял вопрос. Которая пронизывает капиталов всю... Не понял вопрос. Еще раз. В моменте, такая животная душа везде. Их крови. Ну, она везде. А мы говорим о том, что она в сердце? Я говорю, что база в сердце. А, это... База. Отсюда она распространяется по всему организму. Окей. Так мы только что читали. А база что значит тогда? База означает, где самое главное ее ощущение. Где мы ощущаем сильно животная душа. Ощущаем ее в сердце? Все через нос, через сердце. Ощущаем каким образом. Что, 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 где грешит? Рука грешит или сердце грешит? Рука грешит. Яжик. Конечный методик. Мозг. Вот этот вопрос. Мы ощущаем животную душу, душу в сердце. Каким образом мы ее ощущаем? Вот стук сердца, желание, хочу что-то. Стучает сердце или стучает... Это же нервная система. А? Это же нервная система управляет сердечной деятельностью. Мы только что говорили об этом последние 15 минут или 20. То есть получается, что когда... Я сердцем болею и этим я живу и интересуюсь. Поэтому я знаю, что сердечная деятельность управляется высшей нервной деятельностью, высшей нервной системой. И поэтому сердце не автономное, не самостоятельное. Оно только можно вернее. Хорошо. Давай вернемся обратно. Обратно, да. Вернемся для того, чтобы это будет более четко. Когда... Ты... Что ты любишь кушать? Любишь прям кушать. Чон. Любишь кушать. Что ты любишь? Ну, чон, конечно. Любишь? Да. Прям любишь, да? Люблю мечтами. Когда ты приближаешься к этому чону, чувствуешь этого запаха? Нервная система хочет кушать чону? Ну, подает сигнал. Отначай по-простому. Да или нет? Я не могу анализировать, потому что это все мой организм. Мы же люди. Простой. Что происходит, когда ты это чувствуешь? Выделяется слюна желудочная... Замечательно. Что происходит тогда? Ускорение сердцебиения. Которое начинает с всего этого процесса. Почему сердцебиение? Почему нервная система? Потому что нервная система подает сигнал на сердце. То есть, поэтому мы говорим... Поэтому мы говорим. Мы не говорим сейчас, как работает фактично, да? Электрические токи в организм. Это физические состояния. Это как сказать, что в синагогу главный трансформатор. Нет. Главное в синагогу еврейские жизни. Когда происходят еврейские жизни, мы вынуждены включать током. Что будет тепло, что будет свет, что мы увидим, что читаем. Но если мы даем предпочтение... Трансформатор это искажение правила. То есть, мы люди. Мы люди. Как управляет наше тело. Каким током через нервная система управляет фактически нашей жизнью, наш организм. Это отдельный вопрос. Это биологи должны заниматься. Но ни одного психолога или психиатра не скажет тебе, что нервная жизнь, они и есть главные. Главное это состояние человека. А мы говорим, что все начинается через наши эмоции. А эмоции находятся где? Сердце. Как потом сердце дает сигналы мозгу. Мозг дает сигналы нервной системы. Они начинают все ввести в жизнь. Это отдельный вопрос. Мы об этом не говорим. Мы, естественно, идем к кардиологу и спрашиваем, почему сердце бьется не так. Мы говорим, почему она вообще... Как мы устроены. Как мы, не как наше тело. Наше тело, это пусть биологи занимаются. Как мы устроены. Мы человек. Не наш организм. Организм это другое тело. Хорошо? Спасибо. Спасибо. Ах. Но. В отличие от животной души. Моки мишкан нефешуэли кис. Где база, место нахождение божественной души, Он в моихин шабарош. Она находится в разум, который в мозгу. Почему в разум? А? Потому что они обменяют систему. Нет. Я обменяют систему это биология, или кардиология, или нерология. Не касается к нам. Мы не говорим о физической жизни. Мы говорим о человеческой жизни. Почему? Почему в разум? Почему в мозг? Разум от него мозг. Потому что разум, это начало, это самая высокая часть у человека, которая находится, вверх нее находится несознание. Когда попадает к нам новая идея, не можем сказать, откуда она пришла? Пришла. Не знаю. Когда мы даже задаем себе вопрос, где находится хранилище нашей памяти. Где-то. Говорит, что это находится в определенный шарик в мозг. Это всего лишь соединение этого непонятного к нашей физической жизни. Это отдельный вопрос. Но что такое память? Что это хранилище память? Это непонятно. Почему непонятно? Мозг, разум, то есть, это соединение, как мы говорили о крови. Кровь, то есть соединение между физическим, оживлением физическим. Это посредник. Наш разум, это посередина между божественным и человеком. Это той середина, той посредник, который, это разум человеческий, не божественным, естественно. Даже божественная душа, ее разум, это человеческая, душевная разума. Но она соединяется с выше нее. В выше нее, то есть божественность. Поэтому именно местонахождение божественной души находится у нас, у обычных людей, находится в мозгу. В разуме. И она распространяется туда. Как это выражается? Выражается в том, что божественная душа всегда контролирует разум. Спирчивость не божественная душа. Спирчивость не божественная душа. Спирчивость это животная душа. Обдуманно, решительно. Это, скорее всего, может пойти от божественной души. Поэтому, меняется в гуке. В гамм, кроме от всех частителей, В сердце, в правый полис, тоже там. Почему там? Шээн бодам. Поскольку там кровь нет. Как мы говорили раньше. Кровь, это не означает, что нет крови. Живого крова нет. Он мертвый. Он без кислорода еще. Вот эта кровь. Спокойно. Нету, не бурлит. Животные жизни. Вот она там. Какие сирены? А? Как она есть сирены? У нас еще нету. Но она есть как мертвая? Это как? Не понятно. Кислорода. Кислорода. Но какая она там? Она после того, что она вернулась от всего организма. Видно. Значит, она все равно там находится без кислорода, но она там есть. Да. Да. Ну, мы же говорили с самого начала урока. Сердце работает следующим образом. Кровь крутится по всему организму. Он возвращается к сердцу в правой стороне. Он потратил, утратил полностью от себя кровь. Вся энергия. Он сейчас точно называется грязный. Он еще не готов к оживлению человека. От правой стороны она отталкивает его. Да. Кутиц, все вокруг лохи. Он собирается, пропитывает там кислород, возвращается к левой стороне и начинает круг по организму заново. Поэтому мы говорим, что в правой стороне нет крови. Что это значит, нет крови? Нет такого нет крови. Это означает, что кровь там не оживленной, не живой. Он как мертвый кровь. Эта кровь достаточно удобная для божественной души. Она не ладится хорошо с бурляшей жизни. Бурляшей животное жизни, а не ее жизни. Поэтому она говорит, вот где животная душа мертвая, там и я есть. Почему? По каким каналам, кроме правой стороны сердца, по каким каналам приходит живот, божественная душа в другие части тела? То есть? Ну вы сказали, что и в руки, везде там. Божественная душа приказала, мы идем в синагогу, там все, все. По каким каналам она просыпает? Вот вы, сейчас это нервная система. По нервной. А, это нервная, да? Этическая система. Нет. Борис Закович, вы пропускаете главное. Вы пропускаете главное мысль. Что это значит, в каким каналам? Как вы думаете, животная душа должна, она нуждается в каким-то каналам для того, чтобы пропускать себе в ноги? Каким каналам? Как ты думаешь, без крови, без крови, есть в жизни, допустим, каждая молекула в нашей мясе и в нашей костей? Каждая, каждая молекула в нашей кости, костный мозг, кост сама, в мясо, в норвенес, каждая молекула, она не мертвая. Это не, кровь, это не топливо в машину. Каждая молекула у человека, он живой. Этого жизнеобеспечения дает животная душа. Это животная душа. Животная душа. Животная душа. Вот этого жизнеобеспечения она дает, как написано в Хасидут, само соединение приближения к телу. Приближение к телу. Как это объяснить? У нас просто в нашего мира приобретение, которое мы делаем, нету такой. У нас есть только или мертвый, то есть материал, или живой. Мы, люди, придумали, как заставить мертвого, то есть заставить материального двигаться. Но не двигается, потому что он живой. Искусственно мы его двигаем через давление, через всякое такое, через много чего. То есть когда мы говорим о живлении мертвого, это совершенно другой процесс, процесс, который человек не способен делать. То есть это происхождение очень удивительное. встреча душа с организмом, организм сам по себе мертвый, оживляет не его движение, не его функция. Он живой. Вес он живой. Вес он живой это само существование животная душа в этот человек. Это один вопрос. Второй вопрос действия на внутреннее нашей жизни, наша психология, наше разума, наше желание, наши хотелки. Вот это внутренний наш мир, не функция нашей жизни, не быть живой, а быть человек, характер. Животная душа действует через сердце. божественная душа у евреев дает, так написано в Хасидуд, дает право животная душа дать нам жизни. Поэтому мы всегда живем в том числе божественная душа. Но в общем мы живем от животной души фактично. Это отдельно. Божественная душа, ее присутствие это наше бескористное, безпричинное убеждение во Всевышнему. Мы евреи и все. Мы не можем разделиться от Всевышнего. Все это еврейская жизнь. Как мы функционируем как функциональных евреев, с каких мыслей, с каких чувствах, да, вот это начинается через разум и спускается в сердце. Понимаете? То есть животная душа и божественная душа они нуждаются в инструменты. Они работают через той инструмент, который Всевышний создал человек. Он создал человек, что его центральная нервная система, это центральная приказы, приказы, но для них это не важно. Было по-другому, было по-другому. Так Всевышний струнет, так Всевышний струнет. Им устраивает как Всевышний сделал. А ты пытаешься соединить между физически и духовностью. Это несоединяемое, еще я пишу. Мы просто говорим, что это действует через сердце, а то действует через разума, а потом через сердце. Понятно? Спасибо. Спасибо. очень тяжело понимать и для этого нужно конечно работать чуть. Понятно, понимать. Так, дальше. Мойше Косов Лев Хохом Лейминой Как пишет об этом царь Соломон Мудрый Кто это мудрый? Мудрый это божественная душа и ее сердце в правой стороне. Мудрый требует охлажденное сердце. Сердце которое не спирчивается. Ни живого сердца. Вот это правая сторона. Как переводится как выглядит чувство которое мозг создает. Разум создает. Это тоже интересно. Мы привыкли всегда чувствовать того что чувство создает. Мы что чувствуем в основном? Увидели нравится хочется. А кто в последнее время чувствовал того что он решил чувствоваться. Есть такой человек куда? Решил чувствоваться. Видите? Никто из нас не чувствовал так. Но на самом деле божественная душа чувствоваться. Это разные вещи. Мы говорим что я решил что надо чувствовать и начал чувствовать. Вот так божественная душа работает. Она объясняет что надо чувствовать и чувство появляется благодаря убеждению. А это очень серьезная работа. Как например какие виды чувства бывают и божественная душа она объясняет. Она ну например я в натуре не люблю в Савишневу. Я не чувствую причину почему любит в Савишневу. Вы любопщик. Я тоже. не верю. Верите. К сожалению так оно и есть. Как человек должен как я должен как человек должен объяснить себе что нужно любить Всевышнего. Человек должен себе первым понимать так же как он любит себя. Почему он любит себя? Потому что он хочет себе жить. Это инстинкт такой. А какой себя он любит? какой он себя любит? Но не вот это любит. А себя это его реальные жизни. То есть душевные жизни. Он хочет обеспечить максимально продолжительное жизни свое существование. Никто не хочет быть в кому жить. И дай Бог хочет жить. Он хочет жить. Никто не хочет жить в старости без чувств. Он хочет жить. То есть он любит себе какой? Не живой просто, а живой. Поэтому человек понимает, что главное у нее это его человечность, душа, точно мы называем. Поэтому он берегает свое тело тоже. Также всемишней является душа всего сотворенного. Поэтому так же как я люблю моя душа, должен любить всевышнего. Вот допустим, если я это понимал, Раша это понимает, слава Богу, и я это не чувствую. Почему я не чувствую это? Потому что для того, что это чувствовать, я должен в этом быть убежден. И просто убежден. Видеть это в моем глазах. А я не вижу. Для того, что это видеть не в глаза, физические глаза, материальный глаз, хотя бы в разумный глаз. Убеждение. Убеждение, однозначное убеждение, что это так. Уверенность невидима. Нет, не уверенность и невидимость. Я не вижу, но я уверен. Это разные вещи. Это разные вещи. Тут больше привычка уже. Это не привычка. Объясню. Мы говорили недавно от начала урока, что мы не контролируем наши эмоции вообще. И слово вообще. человек, человек, который переболел в сахарный диабет. И он понимает, что нельзя ему есть сладкого. Нельзя. Он что, понимает это? Понимает это. А кушает. Пока не покушал и сразу не потерял сознание, не поймешь. Не поймешь. после этого четко понял. Вот четко понял. Он теперь видит, как сахарный ему и полтой жизни. Не не видит. Он в этом в разум убежден настолько, потому что он получил вот это вот как надо. Он понял. Нельзя. И все. Вот так нужно понимать про Бога. Вот так просто понять, что не будет вопросов. А для этого нужно очень сильно концентрироваться, думать, не просто понимать. Я понял. Я понял. Не понял. А быть прям убежден. Поэтому это любви, которая не происходит из плес сердца. Она происходит от добывания может сказать разум внутренне себе. Вот я понял. Я уже осознал. Это другую любви. Это не любви шоколад из хатиц. Это не любви цебака не любви. Это не любви. Это разумный. Дал шей. И шоу аддин экземпляр премьер. и шей. Семхас левов в тифер с шем в аддар гео ин луи. Коэшэр айна хохохом эшэр барэйшэй бэмэя хохмосу и виносэй. Мистаклим бэйкро дэмалко в тифер гдолосэй. Адан хэкэр вэнсэй вэтахлиц кэмбэу мокимахэр. Так же бывает когда человек смотрит не понимает что всевышний не просто оживляет его. Кроме того что всевышний оживляет всего существующего всевышний еще и выше намного чем этого. Вот это чувство что всевышний несмотря что он типа дает мне внимание но на самом деле он намного выше. Вот это понимание должно притягивать меня от себя вверх. То есть я уже не люблю себя и поэтому люблю всевышний я хочу быть рядом с великого. Похоже к этому допустим связь между хасид и хасид любит любит не потому что он говорил ему очень красивая беседа на глава недели говорит не потому что он говорил очень глубокий маамар который меняли его жизни говорил не об этом идет речь не потому что он сидел в фарбрэнген и давали ему внимание говорил ему праведник и приближаться к нему я притягиваю себе выше от себя я нахожу себе намного выше чем я способен то есть это совершенно другое достижение так же самое когда мы говорим о всевышной я понимаю что притягивать себе ко всевышнему я иду на высшее из моего существования это тоже просто сердце не почувствуешь только через понимание разума можно достичь такого понимания я понял что это понимание оно должно выражаться через чувства через сердце где проявляются эмоции есть эмоции а только интеллекта то как эта эмоция должна выражаться freakin за счет того, чтобы выражаться, что я люблю Бога. Я должен себя убедить через убеждение? Ну, как здесь написано право, мне теперь понятно. То ли это, что уже пересказать. Чтоб в правой стороне любить Бога, который, как угли, горячо охватывающий сердце, разумеющих, понимающих, разрушающих, посредством силы здания своего мозга о том, чтобы побуждать в любви и в радости сердца при осознании великолепие Бога и величие в любви и в любви и в любви и в любви. То есть, если я осознаю, насколько Всевышний любит, непогласен мнению и понятен, это меня как бы направляет, я так понимаю, направляет. Но как я тебя могу убедить в чувстве, что я люблю? Я задам только один вопрос. Только один вопрос, который поможет понять. Я задам, я объясню только в одну фразу, это не долго. Мы говорим сейчас о ком? Вот разница. Ты живешь животной жизнью. Поскольку ты живешь животной жизнью, тебя не понять, как это чувствовать. есть. Если тебя было, тебя, то есть лейб, в таком образом, как ты есть, вникла в тебя божественная душа, ты это понял. Почему? Животная душа, которая охватила того, что мы будем учиться, следующий урок, в чем они воюют, которая охватила твой разум и твой сердце, твой сегодняшний вид лейб интересует покушать, поспать. В том числе, ты допускаешь, потому что ты еврей, что тебе нужно и синагога. а животная, божественная душа, если она бы попустила, тебя перестало захотеть кушать. Ты покушай, потому что надо. А что тебе надо было? Жить по-еврейскому, любить всевышнему. И тогда ты понимал. То есть разница в том, что ты сейчас говоришь, как лейб, который завоевывал животную душу. Поэтому ты не понимаешь. Он понимает все. Он как удивит. Нет, это у всех нас. Это не что у тебя.